Всем салют, мои уважаемые друзья, с вами снова Эквики, сегодня мы с вами встречаемся в игре с датчиком какого тьмы, и начнём проходить по другой веточке, потому что в прошлый раз оказывается бета, ну, закончилась, к сожалению, то, что вот тут было, короче, поводная жизнь была, но и видео тут посмотрите, то вот, мы нажмём на игру, блин, чё она всё время мешает, путается так вот, пойдём по другой ветке, поскольку та ветка пока что закончилась, к сожалению, надеюсь, конечно, как можно скорее выйдет продолжение вот теперь, только ждать, блин, я буду умирать в ожидании, ладно, промолчать боже, что мы ему в прошлом рассказывали я снизнул зубы, вдруг я скажу что-то не то, лишь ещё сильнее испорчу наши отношения, но уж нет лучше быть тише воды, ниже травы, как садчик вдруг послышались мамин шаги, которые с каждой секунды становились угром ясно давай остановимся дома ну уж нет, там опять эта ненасытная Катя ждёт и не ждётся распустить новые слухи обо мне мам, я не хочу её, вообще я устал устал он ты только проснулся и уже ленишься ты же сама сказала, либо идёшь в школу, либо остаёшься дома я сказал, остаюсь дома, я устал Мам, мои слова сильно разозлили маму, чего и следовало ожидать Антон, я хотел сжалиться и оставить тебя дома, но раз ты такой, ты, ну раз ты умный такой, то марш в школу, живо Ну мам, скажи отцу, может он отвесёт тебя до школы Я крикну раздражена Ладно, только сначала доешь Не буду я есть это, и вообще не голодный Конечно я собрал, но уступать матери в этой ситуации категорически не хотелось Ты как со мной разговариваешь? Давай моплю уху Шучу Я не ответил Двинулся в прихожую, одеялся, натянул шапку, ботинки и вышел на мороз Но всё, отношения со всеми испорчены Мама раздраженно фыркнула и пошла собирать разбросанные Оли и игрушки Я всё равно в школу Папа настраивал машину и я решил попытать удачу Пап, можешь отвезти меня до школы? Антон, сейчас я на работу еду, сходи сам Аааа Серьёзно? Давай, у меня нога бы... Мне лень Ну пап, мне так лените туда очень долго, а я опаздываю Господи, кого мы воспитали? Лень ему до школы пройтись Я уже был готов получить за такие необдуманные слова, но кажется папа сжалился надо мной Ладно, сандись лентяй, только быстро Жесть Ну надо правду говорить, чё? Я сел в нагретую машину, затронулась и мы поехали вдоль тропинки Снег падал на окна автомобиля, который с каждой секунды набирал скорость В глаза бросилась первая сплетница школы, Катя Она мирно шла куда-то по тропинке Интересно, разве она не должна быть в школе? Если она идёт не в школу, есть шанс, что мы с Полиной будем одни Полина Ладно, ради лишнего времени, проведённого с Полиной, можно исходить В голове сразу вспомнилась девочка со скрипкой Её имя вызывало целую феерию в моей голове Она была будто водой, которую пьёшь на ней так не может Ага Нежричный запах Катки волос, напоминающие бездонные кинопы Ага 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 Антон, мы приехали, выходи Спасибо, пап Я вышел возле ворот Папа же без промедления нажал на газ и поехал дальше по тропинке Сегодня школа имела особую атмосферу Вместо раздражения и всепоглощающей тревоги Её вид вызвал лёгкую радость и грел душу Войти А я оказался посреди душных кабинетов Неудивительно, что после такой долгой дороги По морозу тёплое помещение покажется мне топкой Я снял с себя верхнюю одежду и ощутил спасительное облегчение Из нашего класса доносились девчачьи смешки Я зашёл в кабинет Полина сидела за моей партой вместе с какой-то девочкой Опа, нифига Заметив меня, она приветливо помахала рукой Я хотела было поздороваться, но Полина помешала мне, заключив в крепкие объятия Не трогай меня, чудище От смущения я покраснёл до корней волос Сладкий запах ежевики впился в мои ноздри Я захотел продлить эту менту на целую вечность Полина, что ты делаешь? Она хочет показать, типа, то, что вы с ней встречаетесь перед другой девочкой Да, видимо, перед новенькой Девочка не ответила ещё сильнее и прижимала к себе Находясь столь близко к Полине Я чётливо слышал, как стучит её сердце Вот ты, мантипуляторша, грязная сволочь Ну, как и всё хорошее Ну, как и всё хорошее Объятия закончились слишком быстро Вот ты, маленькая Вот это вот, да Полина отпустила меня и, смахнув с себя, видимо, я только ей Полинки с радостью объявил Вообще-то, стол обычно стоит вот там, вот в углу И ёлки в классе, наверное, быть не должно Либо она должна быть очень маленькой и там за партами стоять Обычно стол не стоит посередине Это неправильно Антон, у нас новенькая в классе Она чем-то на Полина почему-то похожа И почему-то стоишь, как какая-то Хе-хе-хе-хе-хе Не, она рисована, безусловно, круто, но, типа У неё лицо какое-то, я не знаю Она как-то стоит странно, я не могу понять Она мне кого-то напоминает Я заметил взгляд темноволосой девочки на себя Она выглядела довольно милой Новенькая смотрела на меня изучающим взглядом, слегка склонив голову на бок и причурив серые глаза. Потом она мотнула головой, положила ножницы с бумагой и протянула руку. Я Милана, рада знакомству. Я пожал ей руку в ответ, Милана лишь улыбнулась. Чё она так стыдит? Выгибается как-то. Ты чем-то на моего бывшего одноклассника похож, только он очков не носил. Не сказать, что я был расстроен из-за новой девочки, но я ожидал, что мы с Полиной будем работать вдвоём. Внезапно в голову пришла пугающая мысль, что если Полина сдружится с ней, потом и вовсе забудет про меня. Да слава богу. Нет, Полина не такая, я уверен. Чего застыл? Ты что, пришёл сюда, чтобы дурака валять? Ты чё, я не понял, на меня наезжать будешь ты, а? Такой только Катьке разрешаю, ясно? Я... извини. Я виновата улыбнулся, желая отгладить ситуацию. Сегодня я и правда слишком часто витаю в своих мыслях. Полина приблизилась и внимательно осмотрела меня. Что-то не так? А знаешь что, Антоша? Я был в недоумении. Что? Полина заговорила шепотом. У тебя очаровательная улыбка. Не надо мне льстить, я знаю твою натуру. В её взгляде промелькнуло, что такое я не смог разглядеть. Спасибо. Что-то такое, понятно что. Это, типа, ложь. Когда я с тобой общаюсь, сразу становится так тепло. Ты как лучик света заставляешь людей улыбаться. Вот, например, есть люди, которые наоборот отталкивают от себя взять того же Ромку. Всплывши... Ой, сплетница вонючая. За спиной только можешь обсуждать. Всплывши в разговоре имя в миг и подпортила настроение. Полина же произнеса эти слова в отвращении, смурчила носик. Ладно, пора браться за дело, а то Лилия Павловна сейчас придёт, а у нас тут ничего не готово. Лучше всё повесили нафиг. А где она? Она сейчас занята. Украшивает учительскую вместе с другими. Она заглядывала сюда. Увы, только встретила и дала ключ. А так мы весь день одни. Я, понимающий кивнула, мой взгляд в это время метался по классу. Аккуратно вырезанные снежинки украшали окна. Небольшая искусственная йока мирно стояла в углу, а игрушки и мишура сверкали подобно звёздам. Как красиво вы тут украсили всё. Вы большие молодцы, даже моя помощь не пригодилась. Что ты, мы только начали. Лилия Павловна попросила повесить плакаты в коридоре. Это было в другой истории, по-моему. Опа, рисует. Смотри-ка, рисует. Опа! Это типа наш... Это такая же... Это девочка Антон, короче. Антон женского пола. Смотрите, она рисует Антона и Полину. Я посмотрел на новенького. Она сидела за партой и записывала, что за своём блокноте она рисовала. Даже скорее не записывала, разрисовывала. Она тоже умеет рисовать? Ну видно, смотри, как красиво получается. Вообще классно получается. Полина же едва заметно фыркнула, заметила мой взгляд и ушла за клеем. Что ты делаешь? Сказал я, не удержавшись от вопроса. Милана посмотрела на меня и неловко сказала, прикрыв тетрадь. А? Да так, ничего. Я заметил у неё в руках такой же блокнот, как у меня. У меня есть точно такой же. Милана сказала... Милана сказала, убрав локон за ушко. Правда? А ты любишь рисовать? Просто обожаю. А чё рисуешь? Да много чего. Портреты, двери, пейзажи, например, лес. Лес. Протянула девочка, отчего-то задумавшись. Я люблю в лесу гулять. В лесу чувствуется гармония. Я насторожился. А ты одна гуляешь в лесу? Такое частенько бывает. В основном гуляя по округе. Интересно, какие тайны хранить этот лес? Появится неловкая пауза. Наверное... Внезапно меня одолело огромное желание узнать, что с подвигом Милана приехать в эту глушь. Почему ты переешла к нам? Вы с семьей сюда переехали? Да, недавно из-за семейных обстоятельств пришлось. До этого жила в Москве. И как тебе тут нравится? Даже не знаю. Говорят, что тут маяк завелся. Дети пропадают. Страшно просто выйти ночью прогуляться. Я понимаю, у меня есть сестренка, и я родители не разрешают даже на крыльцо выходить. И правильно, что не разрешают. У меня есть брат. Ну, как есть? Был. Я не понял, что она имеет в виду. Был? Милана изменилась в лице. Потускнела. Он погиб несколько лет назад. Прости, я не знаю. Все нормально. Ничего. Если бы я только могла его защитить. Знаешь, тяжело терять близких. Да. Боюсь представить, каково тебе. Мне страшно потерять тех, кого я люблю. Она предложила сменить тему. Давай не будем о грустном. Мы пришли сюда точно не для этого. Ты права. Главное, что мы друг друга поняли. Внезапно в класс вернулась Полиза. Нормальная, ровная девчонка. Эй, ребята, вы так и будете сидеть без дела? Чем быстрее закончим, тем быстрее отдохнем. Ты права. Давайте займемся делом. Мы вышли в коридор, взяв с собой плакаты. А, кстати, он еще не описал запах от этой девочки. Может, она ничего не пахнет. Мы бережно повесили их на стену и украсили серый коридор. Я быстро увлекся делом, в то время как Полина вешала снежинки. Милана же клеила остальные плакаты. Наш коридор буквально за час преобразился до неузнаваемости. Я даже почувствовал щекоченный запах апельсинов. В школе наконец появилась атмосфера праздника. Вместе мы управились буквально за час. Что-то губы засохнуть стали очень часто. Мы зашли в класс, от усталости хотелось упасть на пол и проваляться до начала учебной недели. Радовало одно, счастливые девочки. Мы усели за парту, переговариваясь и хихикая. Я взял ближайший стул и подставил его так, чтобы сидеть напротив девочек. Хе. Полину открыла рюкзак и взяла несколько страдок. Антон, представляешь, Милана умеет на гитаре играть. Серьезно? Сама Милана лишь пожала плечами и продолжает рисовать в блокноте причудливый узор. Сейчас Антон представит, как Полина играет на скрипке, Милана играет на гитаре, а Антон играет на пианино нафиг. Здорово. Хотелось бы мне научиться. Жаль, у меня ее нет. Милана посмотрела на Полину, потом на меня. Ха. Отчего у нее лицо резко увеличилось, нифига себе. Эм, да так, я совсем немного умею. Меня бабушка научила, но, если честно, рисование мне доставляет больше удовольствия. А играю я редко. В прошлой школе-то как-то приходилось выступать на концерте, только вот невызачно получилось. С тех пор вообще не брала ее в руки. Она уже старая, помню, хотела ее отдать, но оказалось, это бесполезное старье никому не нужно. Бесполезное старье? Это же красивый инструмент, почему ты так говоришь? Полина поддержала мой ответ. Не зани... не занижай свой талант, играет на гитаре это очень красиво. Милана фыркнула. А еще это достаточно сложно. Милана взглянула на меня. Если хочешь, могу тебе ее отдать. Только зря место занимает. Ты хочешь подарить ее мне? Да, почему бы нет? Про себя подумал, понадобится ли мне гитара, или она будет пылиться в чулане, как раньше? Но я не умею играть. Не беда, если хочешь, могу тебя научить. Это что, типа любовная ветка новая раскрывается? Она подмигнула мне. Реально. Было бы неплохо. Ну так что, ты согласен? Ох, ты ж ёкарный бабай. Тут выборов на порядок больше, конечно, выбора, точнее. О, давай возьму, ладно. Я готов даже нафиг подружиться с Миланой, лишь бы только не общаться с Полиной. В целом, я не против. Договорились. Но менять качку я ни на кого не буду, если что. Поэтому не надо думать то, что я... Что-то там это? Нет, нет, нет. Максимум подружиться. Ну, как подруга? Может быть... Может быть подруга, может быть чисто... Как это? Приятельница. Вот. Ну, я к тому, что я готов с ней дружить и проводить с ней даже больше времени. Главное, не с Полиной, блин. Но Катьку я не променяю ни на кого. Не-не-не. Никогда ни за что. Даже не думай по этому. Можешь мигать мне хоть пятью глазами нафиг. Я не променяю Катьку на тебя. Милана оказалась веселой и доброй девочкой. Мне нравилось общаться с ней. Полина рассказывала ей о каждом однокласснике. И мы блатали и слушали забавные истории с жизнью. Милана достала из рюкзака тетрадь. На вложке было выведено аккуратным подчерком анкета только для друзей. Она что, собрала из себя нафиг Антона и Полину, что ли? Ой, это анкета? Милана одобрительно кивнула головой. У меня тоже такая была. Вот только давно не могу ее найти. Хотите заполнить? Помню, такие анкеты были у каждой девочки в моей старой школе. Доверить такую анкету кому-то... Показать ванчушку. Даже не верясь, что в первый же день не смогла найти таких хороших людей, как вы. Ну, правильно, как ты и Антон. А Полину тут не счет. Поэтому... Да. Я к тебе обращаюсь. Что не к Милане, а вот к тебе. Теперь точно не страшно будет тут учиться. Милана... А девочкам-то чего бояться учиться? Я не знаю, как там у девочек. Если парней унижают там всякое вот это вот новеньких, ну, как с Антоном было, например, то я не знаю, как у девочек. Девочек унижают новеньких или нет? Мне кажется... Мне всегда кажется, что у девочек, которые новенькие девочки приходят, они сразу куда-то попадают и нормально не общаются. Милана скрестила руки и усмирнулась. Антон, заполнял как-то нибудь? Ага, в параллельных вселенных, наверное, раз десять. Я соврал. На деле никто никогда не просил меня заполнить анкету. Это было немного обидно. Блин, Антон, что ты врешь? Мы в пяти параллельных вселенных заполняли 15 анкет нафиг. Если ты не против... Конечно. Ладно, не будем отвлекать. Милана, пойдем в столовую. Милана кивнула, и девочки вышли из класса, оставив меня наедине в тетради. Милана Нодикова... Кто? Кодикова, Котикова. Я листал страницы, задевая детский почерк. Страницы с ответами Миланы украшали нарисованные цветочки. Красиво. Новикова, во, Новикова. На полях расцовались цветные сердечки. Милана Новикова, шестой В. Ласковый май, нравится ей. Первое июня что-то, рисование... Рисование нравится. Стать великим художником мечтает. Матвей, это, наверное, лучший друг или брат. Восемь, чего боится смерть, наверное. Номер 3-23-13. Звоните, звоните, спрашивайте, Милан, это ты? Чип и Дэйл, любимый мультик, по всей видимости. Матвей, это, наверное, герой и... Лучший друг. Любимый праздник, 1 июня. День защиты детей. Правда, хороший праздник. Я улыбнулся, увидев группу Ласковый май. Я и сам иногда его слушаю. Особенно песню про детство и белые розы. Ну да. Мой папа был фанатом этой группы, так как частенько слушал именно эту группу, пока возил меня с Олей в школу. Помнится, я тихонечко подпевал в машине, создавая многословие. Один голос громкий, а другой тихий. Хобби рисования. Странно, я ожидал увидеть вместо рисования игру на гитаре. В этом мы немного схожи. Что ж, это неудивительно, ведь я уже замечал, как она что-то рисует у себя в блокноте. Самое заветное место читал, стать заветным великим художником. Зачем я это читал, блин? Сильное, однако, заявление в какой-то степени тоже задумывалось о карьере художника. Рисовал бы картины на холсте в руках, мольберт, кисточки, голова полной различных фантазий. Да блин, с твоим изменением рисовать нафиг? Мне кажется, ты бы был единственным художником. Все бы остальные люди, которые мечтают стать художником, такие посмотрели. А, вот этот вот Антон художник? Ну нафиг, я рисовать ничего не буду. Он все равно лучше меня рисует. И получал бы за эти труды баснословные деньги. Тогда бы и смог воплотить мечту Полины о покорении Вены, заодно бы и улиц родителями прихватил. Следующий ответ на вопрос меня немного напугал. В ответе стояло лишь одно слово. Смерть. Быть может смерть ее главный страх? Боится, что не сможет вкусить плод жизни и насладиться им по полной? Я ее понимаю. Частенько такие мысли посещали и меня самого. Бывало, иной раз подроспался ночью-то ей хошмаров. Мне часто снились сны, где я лежал мертвый. От такого любой живой человек проснется с ужасом. Я поспешил отогнать, как тебе может смениться, что ты лежишь мертвый. Я поспешил отогнать прочие с тебя плохие мысли и постарался сконцентрировать себя на чтении вопроса. Номер телефона 329... 323! Че ты врешь-то? 329.18. Какое нафиг? 323.13! Какое 329.18? Откуда ты это вообще нашел? Откуда ты эти цифры взял? 323.13. 329.18. Что? Не знаю зачем, но я достал ручку, вырвал листок и огромными цифрами выписал 329.18 на листке. Ты сейчас не тому человеку позвонишь. Ты какой номер-то записал? Какой-нибудь... А у каждого ответа такой... А... Да ладно? Кто-то так на ладо, э... Это моя жена, ты что-то любовника не понял, а? А это... У неё 3.20, 3.13, дурак, блин. Теперь я заполучу её номер. Хотя бы не буду мучиться с вопросом, где достать её телефон. С другой стороны, это анкета показатель дружбы, и заявляя об этом в тетраде, ты фактически будешь ожидать звонка от того, кто это прочитает. Вопрос только кто? Будущий кавалер, человек, желающий просто подружиться или недоброжелатель, который будет тебя обзывать разными непристойными словарями? Любимый мультик Чиппедейл. Я с теплотой в душе начал вспоминать заставку мультика. Даже припев помню, что удивительно, потому что последний раз я смотрю их, когда я был ещё в квартире и сидел на диване вместе с Олей. Там, где они всегда успех, Чип-Чип-Чиппедейл, к вам спешат. Чип-Чиппедейл, лучше всех. Они всегда спешат туда-туда-туда, там где они всегда... Я обязательно посмотрю этот мультик вместе со своей сестрёнкой. Она точно этому рада будет, поскольку когда мы собирали вещи, я забирал кассету с мультфильма. Собственно говоря, эта кассета должна лежать в одном из ульных шкафчиков. Надо порыскать как-нибудь до заслуги. Я вновь вернусь к чтению. Матвей, скорее всего, её брат. Она действительно ценила его. Даже не зная, что бы было со мной, когда узнала, что у Оли больше нет. Господи. Перелистнул до нужной страницы, взял ручку и начал внимательно читать вопросы. Как тебя зовут? В каком-классе учишься? Антон Петров, 6-й В. Любимая музыка, группа Кармен. Любимый праздник, никакого секрета, Новый год. Хобби рисования. Интересно, он что-нибудь новое напишет. Самая советная мечта у меня была посетить Диснейленд. Думаю, так и запишу. Мой герой, а вот тут я задумался. Стоит ли вписывать его сюда, и не засмеёт ли кто? Ладно, была не была. Папа. Мой страх потерять всех, кого я люблю. Ага, что-то новенькое, потому что там он писал Человек-паук в оригинале. Мой телефон 32576. Мультфильм детства, конечно, Трансформеры. Любимый мультфильм, а не мультфильм детства. Мой друг. А вот тут я задумался посерьёзнее. По сути, их практически нет, разве только Ромка и Бяши. Да и тех я не называю друзьями, побаиваясь. А вот Полина очень тепло ко мне относится. Позвольте, так и запишу. Полина. Вот и всё. Думаю, я на всё ответил. Я закрыл тетрадь, когда девочки зашли в класс. Здорово. О, господи. Заскучал? Она засменила ко мне, улыбнувшись. Заполнил анкету? Да, вот, держи. Я, наверное, пойду искать Лилия Павловна, пусть принимает... А, да, пусть принимает работу. Она так стоит, она стоит не как все. Прикольно, вообще классно нарисовали её, вообще там круто. А сколько он записан стоп? Пью! Мало. Лилия Павловна не заставила себя долго ждать, вернувшись с Миланой всего через пару минут. Молодцы, дядя. Коридор получился отличным, а класс ещё лучше. А теперь по домам. Вы заслужили отдых. Мы все кивнули, Лилия Павловна ушла. Надев куртки и варежки, мы вышли из школы. Ух ты. Вот это же шапон. Прикольно, прикольно, прикольно. Нарисовали одежду красиво, да. Ребята, спасибо, что помогли мне. Антон, дозадёшь за гитарой или уже в понедельник? Давай в понедельник. Договорились. Она улыбнулась и махнула рукой. Пока. Пока. Чего могу сказать, пока. До встречи. Эй, эй. До встречи. Ну, она побежала к воротам и совсем скоро скрывать за высокими деревьями. Мы с Полиной проводили её взглядом. Она милая, согласен. Ты права, я теперь по домам. Если хочешь, можем немного прогуляться. Не хочу. Нет, конечно. Блин, Антон. Я не хочу, я пойду, короче, тогда домой, а ты там иди гуляй, иди. Короче, да. А мы двинулись вдоль дороги. Антоша, тебе что больше нравится, скрипка или гитара? Это сейчас ревность начнётся по-любому, да? Да, по-любому начнётся скрипка. Ну, слушай, я бы, чтобы вот похуже с ней... Я бы вот, чтобы ей не льстить, я бы, конечно, ответил гитара. Но я люблю же скрипку, поэтому я отвечу честно. Наверное, больше скрипка. Она более мелодична, что ли. Полина довольно ухмыльнулась. Вот и я так думаю. Хочешь, я тебе сыграю? Что сейчас? Полина рассмеялась. Ха-ха-ха-ха! Да нет же! К примеру, в понедельник после школы. Почему бы и нет, давай. Идти с Полиной было гораздо веселее, чем одному. Её световые лучи позитива, видимо, были заразными, поэтому общаться было очень легко. Такой позитив даже разработчики игры музыку вставили напряженную, чтобы было не так радостно. Полин же отстранилась. Шла по просеке с пустым взглядом. Вспомнил отношение Полины к Милане. Нотки ревности заполнили мои мысли и никак не хотели отпускать. Страх ненужности и одиночества впились у меня острыми крытями. Я откаживался и спросил Полину уже другим совсем напряженным тоном. Полин, мы... Мы всегда будем друзьями. Что за глупый вопрос, Антон? Конечно, будем! Опа! Я её раскрыл! Всегда будем друзьями! Не более, чем друзьями, нафиг! Френдли зона, нафиг! Как это? Френдзона, нафиг! Я всё понял. Всё раскрыл, нафиг! Просто, мне кажется, что ты подружишься с кем-то ещё, про меня и вовсе забудешь. Антон, как тебе это в голову пришло? Я всегда буду на твоей стороне. От сердца отлегло, и я облегчённо вздохну. Ну, она просто лестит, нафиг! Я то, что... Нет, она должна была сказать... О, конечно, Антон, сейчас я подружусь с Миланой, и ты мне нафиг не нужен. Я обычно с девочками общаюсь, тут просто у меня не не с кем общаться, поэтому я с тобой общаюсь. Чё, чё это было, нафиг? Смеркалось. Мы прогуливались неспешным шагом, как вдруг заметили впереди Ромку. Я даже не посмотрел в нашу сторону. Удивительно, даже не оглянулся. А ведь издальясь ко мне? Наверное, благодаря тебе. Не зная, что на это ответе, я лишь возразил молчаливые согласия. Я и не заметил, как мы дошли до сельмага. Блин, если из-за этого Ромка начнёт с Катей встречаться, я нафиг вообще не буду хотеть в это играть. По этой ветке. Ну что ж, Антон, встретимся с Катей в школе. Полина помахала мне ладошкой, попрощавшись. Только не моя Катень, а нет. Пока. Полина ушёл во своясь, а я попрёл домой после заснеженной тропинки. Я внутри остался один, прогулка заняла большее количество времени, поэтому на горизонте уже красовалось закатное солнце. Снежинки сыпались с неба и иногда падали мне на лицо. Я ускорил шаг, чтобы мама с папой не переживали. Дорога казалась очень скучной и слишком тихой. Лишвой собак и карканье ворон периодически доносились издалека. Ага, это было понятно. А, ясно, всё было. Тут даже ничего не поменялось. Утром нарисую. Она капризно надула губы и нахмурила голову. Ну, Мазышок, нам самый неподходящий момент. Ну, почему я... Ага, было. Было, было, было. Было, 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 было. Как мы вместе с Полиной украшали класса, так же новенькая Милана. Хотелось бы узнать её получше. А Полина, во время того, как мы украшали коридор, я ловил на себе её добрый взгляд. Когда она рядом, я словно улетаю по смычку в небо. Зачем же она прекрасна? Не то, что гадюка Катя. При мысли Катя грудную прилетку сжимали тиски. Конечно, вот так ты её любишь. Так сильно ты её любишь, не можешь про неё забыть. Она же будет мешать нам с Полиной. Я отлип от завораживающего зеркала, понятное дело. Ага, опять блинчики. Помню, что обещал прийти к Милане с гитарой. Как только мне подарили родители гитару, я пытался сыграть гитарную версию кукушки Цоя, но выходил, откровенно говоря, не очень. Да, рука превратилась в кулак. Да и был я самолучий, хотя хотелось, чтобы кто-то мне преподавал на гитаре. Так почему же меня не вспомнить было и не продемонстрировать ей свои качества? Сейчас самое время. Нет, лучше не надо, а то выйдет Билли Берда, сказал я самому себе. Ну так, небольшие отличия есть в диалогах, а так в основном то же самое. Вот, даже тут все то же самое. Чего? Что это? Что-то новое. Милана спокойно сидела за моей партой и что-то писала. Я подошел к ней. Доброе утро. Она оторвала свой взгляд от тетради и улыбнулась. И тебе не хворать, Аптон. Ты что-то рисуешь? Я взглядом показал на ее тетрадь. Нет, я просто забыл сделать домашнее задание. Весь день была занята по дому. Домохозяйка, значит. Можно и так сказать. Я чем-то занималась. Да так мелочи. Где-то дома прибралась, где-то помыла. Мама меня с детства приучает к чистоте и порядку. Вот это правильно. Хорошие у тебя родители, наверное. О, мои родители просто добрейшие души люди. Я очень рада, что родилась в такой хорошей семье. Я на минуту задумываюсь о своих родителях. Что же так испортило их характеры? Почему они так хотят перегрызть друг друг в глотки? По-моему, ругающиеся родители это огромная психологическая израма для ребенка. Ребенок с детства начинает жить в страхе и надежде, что когда-нибудь это все закончится. А родители больше не будут ругаться, а жить в мире и согласии. Именно о таком и думает малыш, когда соседей слышит ссору родителей. Не скрою, я и Оля думали о таком же. Кстати, в таком случае, либо сам ребенок потом вырастет и будет таким же ругающимся, либо он, наоборот, будет очень бояться ругаться и вообще больше ругаться никогда не будет. Это смотря как переклинит, смотря как переклинит. Либо в хорошую сторону, либо в плохую, конечно. Только Оля переживала об этом намного и масса нальчами. Но она еще ребенок. Мне постоянно приходилось его успокаивать. Такой чадо, как она, не должно переживать за своих маму и папу. Но не бы таких родителей. Милана попростительно взглянула на меня. Ты это к чему сказал? А что, она плачет? Да так, ни к чему такому. Девочка неодовательно покачала головой. Нет, уж ты говори давай, что тебя тревожит. Я помогу тебе. Ее белоснежная улыбка передалась мне в душу, отчего я подался в раздолье. Действительно ли ей можно доверить то, что меня так долго терзает? Или лучше промолочать? А что, если она все разблаживает, как Катя? Тогда весь класс смеяться будет. А может, папа будет рискнуть? Тут гораздо больше выбора. Тут гораздо больше выбора. Но я не хочу. Мне плевать, сколько тут будет выбора. Хоть тут контента в 15 тысяч часов, контента будет больше, блин. Я все равно останусь с Катькой. Ладно, давай расскажем. Че дрожишь, че дрожишь, а? Боишься, боишься? А-ха-ха-ха. Под метом собственных переживаний и чувств я не удержался и начал говорить. У меня родители с тех пор, как мы сюда приехали, стали очень часто ссориться с друг с другом. Я даже не знаю, из-за чего именно они ссорятся. Может быть из-за нас, а может из-за работы отца. А что, с его работой не так? Хоть плакать. Девушка выразилась искренне и заинтересованность. Девушка выразила искреннюю заинтересованность мою, Катя. Если честно, то я даже и не знаю. Он как-то говорил, что работает бухгалтером в фирме. Может у отца появились проблемы, и он решил сюда приехать? Как сам считаешь? В последнее время я стал часто об этом думать. Он даже пистолет в брыдочке носит. Пистолет? Самый настоящий? Да, самый настоящий. И иногда мне кажется, что он рано или поздно выстрелит. Ты не представляешь, как я очень переживаю за них. Они так и норовят друг другу причинить боль, как физическую, так и психологическую. Они не знают, что причиняя боль себе, причиняя это нам тоже. Я уже устал от всего этого. Я закрыл лицо руками и положил голову на парту. Боже, а как я же хочу, чтобы все это кончилось. Милана положила руку мне на плечо. Я сочувствую тебе. Я понимаю тебя и твою боль. Сейчас время такое наступило, даже я ничего не могу поделать. Надо как-то учиться расти дальше. Учиться. Я повторил это слово и засмеялся. Учиться? Да как тут учиться, когда ты по уши в дерьме? Тебя в школе унижают, а дома происходит черти что? Я не хочу так жить! Верните мне моих родителей! На глаза начали появляться слезы. Массив. Они сами по себе появились от отчаяния. Мои родители стали не моими. Мама с папой раньше для меня были самыми дорогими людьми на свете, а сейчас, сейчас я их знать не хочу. Блин, уже 30 минут. И это вовсе не детские обиды, которые переживает маленький мальчик. Из-за ссоры у меня окончательно пошутнулось свое доверие к ним. Их холодные взгляды вовсе не говорили, что они, между прочим, любили друг друга. Клялись быть вместе за конца своих дней, и теперь терпеть друг друга не хотят, и поговорят условия на букву Р. Развод. Если они разводятся, зачем тогда давали клятву верности и преданности? Зачем они насолить зачали, если друг друга оскорбляют? Ведь раньше же все было хорошо. А раньше? А ведь раньше было действительно лучше, чем сейчас. А на него, видно, улыбнулась, и моя грустная улыбка появилась на лице. Спасибо, но, правда, не стоило мне тебе это рассказывать. Это почему? Потому что... Я замолчал. Я не знал, как сказать это правильно, чтобы она меня не поняла. Но ответ не доставил себя долго ждать. Ты привык все держать в душе? Она смирила меня печальным взглядом. Тут не нужно слов, чтобы понять такое. Тут достаточно посмотреть на человека, и сразу все станет понятно. Да. Прошло около минуты, прежде чем она ответила. Я тоже. Я думаю, что тебе будет неинтересно про мою жизнь слушать. Нет, что-то мне интересно слушать. Ты, наверное, знаешь, что мой брат уже давно умер. Я кивнул. Так вот, я... Когда я узнал о его смерти, очень сильно разрыдалась ночью. Мне... Мне его так жутко не хватает. Я неоднократно желаю вернуть то время, когда он был еще жив. Я скучаю по нему. По его глазам, по улыбке, радовавшей меня каждый день. Я боюсь, что когда-нибудь не станет меня самой. Антон, я очень боюсь смерти. Билана вся отражала от страха. Мне казалось, что я чуть-чуть... Чуть-чуть она расплачется. Я взял ее за руки. Что за музыка? Вот сейчас она стала похожа на... На кого-то она, короче, стала похожа на какого-то персонажа, наверное, из Леди Баг. Я не знаю. Не знаю, ладно. Ты... Что делаешь? Я отдаю тебе то, что ты отдала мне. Свою поддержку. Не надо. Надо, еще как надо. Человек без поддержки превращается в зверька, загнанного в угол. Я понимаю твои переживания и готов переживать вместе с тобой. Лучше бы ты так хоть и сделал, серьезно. Друзья на то и друзья, чтобы переживать о своем вместе. Господи, что я говорю? Я же еще два дня назад и слыхать не слыхал у этого девочки. А сегодня я стараюсь ее поддержать и даже другом называю. Наверное, это называется ответственность. И я сам по себе ответственный мужчина. Мужчина, да. И сам способен отвечать за свои поступки. Даже если они стоят мне моей целостности и, возможно, моей жизни. Так вот именно, что не ты отвечаешь за свои поступки, а я! Я отвечаю за твои поступки, Антон! От ее рук исходила тепло, а во взгляде читалась надежда. Если тебе хочется выговориться, то скажи мне, я поговорю с собой. И сказал я, перефразируя ее слова, сказанные мне несколько минут назад, но она этого не говорила. Думаю, образюсь как-нибудь. Она легкими движениями освободилась из-под моих рук и, оправшившись, улыбнулась. Спасибо за поддержку. Я очень ценю такое. С'эйву-вос-плейт. С'эйву-вос-плейт. Чего? С'эйву-плейт. Понял, чего ясс. А, это значит, пожалуйста, по-французски. С'эйву-плейт. О, а вы, сеньор, знаете французский? Да так, дома где-то лежит учебник французского. Это мой папа его учил, когда был вот такого же образца. Я тоже учил, кстати говоря. Давай подготовиваться к уроку. Он через несколько минут будет. Хорошо. А, и то же самое. Все то же самое. Да, спасибо за пятую версию. Вот эти вот ребята вообще очень-очень-очень крутые ребята вообще все. Где крутые ребята вообще? В принципе, выбора осталось не так уж и много. Вроде бы как. Мы все проматываем. Давай промолчим, ничего не будем рассказывать, потому что... Зачем идти? Давай, пойдем. Ага, то есть ничего вообще нового не произошло. Ничего нового мы и не прочитали. Окей, понятно. Я решил идти в школу, окей. Ага, Катька. Катька просит нас помочь. Ха-ха. А что она? Я баганул игру. Я игру сломал. Во-первых, она призрак, блин. Во-вторых, у нее борода или маска на лице. Господи. Катька, прости меня, пожалуйста. Но я откажусь. Я не хочу с призраками водиться. Мне так тяжело это было сейчас делать, на самом деле. Время предпровождения с Катей явно не будет таким уж приятным. Да и от мамы мне попадет, если я не выполню обещание. Кате было даже немного жаль, но я не мог просить Полину. Неужели мы будем вместе? Если это так, я буду самым счастливым и нечутким на земле. Я представю, как мы на Дине с Полиной украшаем класс и болтаем обо всем на свете. Антон, ало, ты что, уснул? Катя даже подумать не дает. Зануда. Катя, ты прости меня, но я вынужден тебе отказать. Мне надо идти, у меня на это времени нет. Губы Кати скривились, а лицо стало похоже на курагу. Такое же сморщенное и мерзкое. Катя задрала свой носик вверх, откинула косичку и отвернулась, шагнув на другую тропинку. Офигительно. Призрак. Катя призрак. Спасите. Ну иди лесом. Ну иди лесом. Жальтмен еще называется. Если вы меня задели. Меня задели. Если Антона они не задели, то он дурак какой-то. Помогать этой змеи... Дурак. Этой прекрасной, великолепнейшей души девушки. У него не было ни малейшего желания. Катя прожила мимо меня вдоль просеки. Она... Это... У нее... Она плоть сделала... Она перестала быть бесплотной. Ни разу не повернувшись в мою сторону. Я лишь пожал плечами и двинулся к мосту. Пересекая мост, я невольно наклонился, рассматривая замерзшую реку. Зима вырисовывала разные картинки на кристально чистой поверхности. Вова Сема. Вова Семен. Господи, снизу я заметил, как... Какое-кто нацарапывал незаметно Вова и Семен. Кто этот шутник? Зачем он нацарапывал темена? Остальной путь прилагал по тропинке в поселок. Лес закончился, фонарные столбы украшали безлюдную улицу. Но еще они светили ярко, а днем терпеливо ждут свой час. На этом месте я встретил девочку-лесицу со странной маской. Снег парил в воздухе, а вместе с ним и холод. Поселок был, на удивление, слишком тихий, покладистый, умиротворенный. Собаки завинили цепями, отчетливо слышали голоса людей, выходящих из своего пристанища. Я ускорил шаг, впереди уже вырисовывалась школа. Это было. Окей, в школе, наверное, до выборов опять ничего не будет нового, но да. Здорово. Как тебе там? Евангелина? Милана? А, Милана, точно. Как из пулемета. О, у нее лицо вообще дергается. Не брать гитару. Лучше не надо, посоветуй, шапоток, в чулане пылиться будет. Извини, наверное, ты права, это слишком сложно, мне она не нужна. Хорошо. Милана оказалась веселой и доброй девочкой. Мне нравилось общаться с ней, забыла. Окей. Ну, в принципе, окей. Ну, и тут все одно и то же. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мне нравится больше гитара, да, гитара, давай. Наверное, гитара. Я давно хотел на ней играть, столько вот сюда никак не получалось. Понимаю тебя. Идти с Полиной понятно. И все, и ничего нового. А-а-а. Ха-ха. Ты что катаешься по кругу? Промолчать. Нет, я ей не смогу рассказать об этом. Не хочу переваливать с больной головы на здоровую. Пусть уж это все будет только в моей голове. Я привык все в себе держать. Даже тогда, когда этого не нужно. Прости, пожалуйста, но нет. Если только в другой раз как-нибудь. Девочка, отнеслась к этому с пониманием. Как знаешь, не буду тебе навязывать. Но, напосредок скажу, нельзя все в себе держать. Иначе ты станешь еще более скованнее, чем прежде. Надеюсь, ты меня понял? Я кивнул. Вот и прекрасно. И все. Музык вообще крутой. Так, ну это мы посмотрели. Это мы причем посмотрели. Вот этот выбор мы посмотрели. Получается, только одна глава всего есть. Этот выбор мы с тобой посмотрели, получается, всего лишь за пять минут. С ума сойти. Ну это понятно. Ла-ла-ла-ла-ла. Сейчас мы в школу не пойдем. Давай расскажу про попавшего мальчика. Остаюсь дома. У меня нога болит еще. Пап, у меня нога болит. Можно я с тобой поеду? Пожалуйста. Мы с его просучали достаточно убедительно, так что папа сдался. Ладно, садись только быстро. А все остальное одно и то же, да? Серьезно? А где Катька? Так, все. Пребую Катьку так стоящей. Так, я встретил Катьку. Катьку духа, между прочим. Согласиться. Катька дух нас повела куда-то далеко. А где Мила наделась после нашей встречи? Ну ладно, получается все. Получается на этом пока что кончается у нас с вами. Акубать мы кончаются. Ооо, спасибо, спасибо, серьезно, спасибо. Благодарю вас всех, просто офигеть, вот на такой, вот на такой ноте замечательной можно закончить. Вот так вот получается. Будем ждать, получается, продолжение Аков Тьмы. Блин, с Катенькой стоят, ура. Всем огромное спасибо за просмотр этого видеоролика, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, включайте все уведомления, чтобы не пропускать новые ролики по Тени Бани, Зайчику, другой истории о Ковом Тьмы, оригиналу и так далее. Всем счастья, дорогой любви, все самое на лучшего. Никогда не знаю, что не болейте. Всем пока. И, конечно же, друзья мои дорогие, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok